Айкоград Гасан Сулейманович, что бы Вы могли сказать в нашем читателе? Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Экоград». Вопрос экологии, то есть очищения сознания человека, в этом отношении я могу сказать, что в моей книге «Творец мироздания человек» есть раздел, посвященный техническому прогрессу, техническому прогрессу, который предсказывает сощённое писание и как её беречь, как её развивать в пользу человечества. В этом отношении вот у меня так называемые выжимки из той книги «Творец мироздания человек», который недавно я выпустил, есть раздел, который называется «Технический прогресс и глобализация». В этом книге Коран, над которым я основном занимаюсь, предсказывает о том, что человек постепенно будет осваивать окружающий мир, природу. И в этом направлении я могу привести некоторые знамения Корана. Вот, например, такое знамение Корана. «О, люди, сотворил вам Бог и коней, и мулов, и ослов, что вы на них ездили, и для украшения, и сотворит он для вашего пользования то, чего вы не знаете». «То есть мы знаем, что до 20-го, до 19-го века основным пользовались транспортные средства, были эти животные, вьючные животные. А в 19-м уже постепенно, развиваясь, начали появляться сначала самые примитивные машины, потом более сложные, более сложные. И мы знаем, какой расцвет науки и техники достигли сейчас. Коран сам предсказывает, что Бог, Господь откроет человеку всю научную науку в области естественного знания. Прямо Коран подсказывает об этом. И что человек постепенно освоит и космос. Освоит и космос. В этом направлении, как я уже сказал, почему Бог это даст? Потому что каранический аят, вот я положился на Господа моего и вашего Господа, нет ни одного животного, которого он не держал бы за хоху. То есть не вел бы жизненные пути. Поэтому постепенно Господь делает человеку, открывает человеку то или другое открытие, которое способствует техническому прогрессию. Но люди не очень-то ценят это и очень много безобразничают. У вас же еще есть здесь цитата аята Корана, что не распространяйте люди нечестие на земле. Аллах не любит нечестивцев. Вот в плане очищения сознания. Вот что вы... Вот такое знамение Корана. Когда им говорят, то есть людям, не распространять нечестие на земле, они отвечают. Мы только устанавливаем порядок. Разве нет? Ведь они распространяющие нечестие, но они не осознают этого. В этом направлении, что я могу сказать? Сейчас такая техническая прогрессия, что все работает на топливе, то есть на углеводородах. Например, к примеру, в мире сейчас 800 миллионов машин, которые, если даже взяться, если они даже в день расходуют 5 литров, 10 литров бензина, и это все превращается в углекислый газ. Например, в общем мире только торговый фронт, по расчетам ученых, только торговый флот, имеется в виду и поезда, и пароходы, которые возят товары, выбрасывает в воздух, по расчетам ученых, 2,5 триллиона тонн углекислого газа. Это не может бесследно пройти. И то, и другое, и третье. Если, например, наши отцы, наши праотцы топили, жили в одном комнате и скромно согревали комнату при помощи дрова или кизака или другое, а сейчас строят огромные хоромы и весь дом хором. То есть получается, что человек это ненасытное существо, которое гоняется за материальными благами? Да. Но Коран предупреждает, надо относиться расточительно к этому, экономно относиться к этому. Вот, например, коронийский аят, такой, появилась нечесть на суще и на море, по причине того совершают людские руки. Подумайте. То есть разрушают экологические равновесия, биогеотинол, созданный господом на земле. И чтобы они вкусили часть того, что они натворили. То есть, может быть, они обратятся. То есть, чтобы вкусили они часть того, что они натворили. Вот сейчас, вот я сам как врач, хирург, онколог, я могу сказать, очень большой рост идет онкологических заболеваний. Очень большой рост идет очень многих других заболеваний, которые раньше не знали. Все это результат того, что разрушается экосистема земли. И это приводит к новым заболеваниям, которые, например, даже я скажу, что не были в моей молодости. Еще, вот для того, чтобы, ну, возьмем дагестанский фактор. Для того, чтобы в Дагестане экологическая обстановка была более благоприятной. Для этого, вот в интеллектуальном плане, что должны делать дагестанцы? Обогащать базовые знания свои. Конечно, надо обогащать и базовые знания, и опираться на господные посланы тоже, и на экологические предложения ученого мира. Общечеловеческие ценности. Что мы каждый, каждый должен, не думать о том, что пусть другие экономят, говорят. А мы должны каждый отдельно стремиться к этому, чтобы относиться, сохранить биологический нос, который нам представил Господь. Да, совершенно верно. Ну, на этом, наверное, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу. Спасибо за внимание и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!